Ни одного пожара в учреждениях образования за последние три года. С положительной статистики начал свой доклад временно исполняющий обязанности заместителя начальника главного управления МЧС России по Брянской области. Однако в ходе проверок в ряде школ региона все же были выявлены проблемные вопросы. В настоящее время все нарушения устранены. Уже через несколько дней школьный звонок, оповещающий о начале нового учебного года, прозвенит в 478 школах области. За парты сядут более 120 тысяч учащихся. 13,5 тысяч перешагнут школьный порог впервые. Стала доброй традицией ежегодно перед началом нового учебного года запускать встроенную школу. В этом году, 1 сентября текущего года, распахнет двери пристройка на 500 мест к школе номер 2 в поселке Клетня. Кроме того, до конца текущего года будет введена в эксплуатацию пристройка лицея номер 27 в Фокинском районе города Брянска рассчитана на 600 мест. На подготовку к новому учебному году из бюджетов всех уровней было выделено около 190 миллионов рублей. Эти средства были направлены на ремонт зданий, обеспечение пожарной безопасности, реализацию комплекса антитеррористических мер и приобретение школьных автобусов. Особое внимание было уделено улучшению состояния спортивных объектов. Шла речь в ходе заседания и о судьбе малокомплектных школ, обучение в которых глава региона назвал настоящим издевательством над детьми. Александр Богомас отметил, что школы, в которых учатся 5-6 человек, не способны дать достойное образование. Ведь зачастую учителям приходится одновременно вести урок в нескольких классах. Пока одни только учатся писать, другие решают сложные уравнения. Естественно, что все это отражается на качестве знаний. Нам нужно сегодня и автобусы, нам нужно сегодня школы строить, чтобы там и стадион был, чтобы они могли и спортом заниматься. Учителя были, именно профессионалы, а не так, как у нас в одной школе. Восемь учителей, из них пять учителей начальных классов. Преподают все уроки. И немецкий, и английский. Ну, сами-то читать могут только со словарем. Глава региона отметил, основная задача власти сегодня – это обеспечение школьников качественным и достойным образованием, плюс создание максимально комфортных условий пребывания в учреждениях образования. В этом направлении еще предстоит проделать огромную работу. Кристина Петхилова, Максим Кузнецов. События. Брянск.